Жаловать на канал How to Spain. Меня зовут Виктория Белякова, я автор этого канала и директор компании How to Spain. И сегодня мы ответим на интересующие вопросы о фармацевтике в Испании, об аптеках в Испании. Друзья, как всегда напомню, что вы можете задавать вопросы в комментариях или у нас в социальных сетях. Если вы пишите нам в социальные сети, мы соберем еще определенное количество. Я думаю, что мы пригласим Анастасию, и она согласится с нами выйти во вторую серию и ответить на топ-10 наших новых вопросов. Итак, переходим к первому вопросу. Известно, что лекарства в испанских аптеках отпускают только по рецепту. К каким лекарствам это относится? И есть ли разница в аптеках? То есть одна аптека может запросить у вас рецепт, а вторая может продать без рецепта. Ну, если честно, это правда, что многие аптеки отказываются продавать без рецептов. И по рецепту продаются, если честно, все лекарства, абсолютно все лекарства. Будет от давления, для желудка, любое. И есть, конечно, некоторые аптеки, которые рискуют и продают без рецепта. Но в основном продают, опять же, без рецептов первые важности. Ну, например, это какие лекарства могут быть? Первые важности, что относится к ним? Ну, первые важности, это означает лекарство, допустим, как протестамол, ибопрофен, если там у человека проблемы с желудком бывают, или там высокое давление. Ну, вот, допустим, насчет высокого давления, это конкретно человек должен знать, какое лекарство он принимает. То есть, как фармацевт мы не имеем права рекомендовать. Ну, получается, он может приобрести лекарство от давления в аптеке, если у него нет рецепта? Да, конечно. Если он знает точно состав этого лекарства, да, или хотя бы название, и мы можем подыскать состав, то, да, нету проблем. В основном, вот, часто аптеки, они не идут на этот риск и отправляют, конечно, в скорую помощь или в больницу сразу. Но есть некоторые аптеки, которые понимают ситуацию человека, что он приезжий, что у него нету возможности, допустим, получить рецепт, и, конечно, они могут продать, можно сказать, на свой страх и риск. А чем рискует аптека? Вот если, например, продали лекарство, не дай бог, человеку стало плохо, или он просто решил по каким-то своим соображениям проверить, да, аптеку, и потом написать жалобу в соответствующие инстанции, что может произойти, какие санкции могут быть применены по отношению к аптеке? Ну, тут, получается, разные бывают санкции, в зависимости от тяжести проблемы, что произошло. Могут, просто аптека может обойтись минимальным штрафом или лишение лицензии, это самое худшее. То есть, если, допустим, так как здесь, получается, идет цепочка, фармацевт не несет ответственность, несет ответственность провизор, а за провизором уже идет шеф, который тоже имеет лицензию как провизора. И если какая-то происходит проблема, либо шеф решает закрыть свою аптеку, потому что лишается лицензии, либо увольняет того человека, на кого была ответственность провизора, и его лишают лицензии. Когда вы приходите на работу, имею в виду фармацевты, у вас есть определенный перечень лекарств, которые вы можете отпускать без рецепта, или это уже априори известно, когда вы получаете соответствующее образование? Ну, получается, когда обучаемся, там сразу все говорят, что без рецепта нет, нельзя. Вообще ничего. Ничего, да. Только там, которые, там, с травками, которые не имеют никакого ряда, витамины, вот такое. А все лекарства без рецепта нельзя. В основном, когда ты приходишь в аптеку, это тоже зависит. В каждой аптеке свои правила, свои условия. И этого аптека сразу тебе говорит, когда ты приходишь. Ты можешь... Забудь все, чем у тебя учили, да? Да, да. Сразу прям с порога говорят, забудь все, чем у тебя учили. И есть список некоторых лекарств. Ну, в основном, допустим, процитамой, бепрофен, и там для желудка это стандартно у всех. Ну, вот, допустим, какие-то лекарства, как вот я говорила, давление, или, там, допустим, для диабета что-то, не все аптеки рискуют, и поэтому не все продают. Я помню, получается, да, я просто... Мне казалось, что все аптеки работают по строго одной системе, ну, как банки, например, да? Потом поняла, что банки тоже отличаются от филиала к филиалу, где-то условия могут быть более лояльны, где-то более жесткие. И в Теревьехе, я помню, была одна аптека, где можно было купить лекарства по более лояльным условиям. Там не требовали рецепты даже на некоторые антибиотики. А на антибиотике, вот, кстати, это же будет сильное нарушение, если вдруг человек приобретет. Это зависит от... Зависит от ситуации, да, от ситуации и от лекарства. Потому что есть, допустим, какие-то ты видишь очевидные проблемы, и, да, ты можешь порекомендовать этому человеку антибиотик, или если он знает, что у него эта проблема, и он может приобрести. И тоже не все аптеки рискуют и не продают, потому что знают, что... А человек это думает, что у него инфекция, а на самом деле, может, это не инфекция, а просто воспаление. Поэтому они сразу говорят, лучше вам обратиться к врачу в таких ситуациях. Я так понимаю, когда обращается человек, и он объясняет, что он не может именно в текущий момент предоставить рецепт, наверное, нужно взвесить риски того, что может случиться с аптекой, да, какие санкции, и то, насколько срочно этому человеку действительно нужна помощь. И в этот момент, наверное, фармацевт вот на весах прислуживается к тебе и думает, что же делать. Я сомневаюсь, что кто-то жалуется, но, конечно, есть определенные нормы работы. Но, кстати, сейчас, мне кажется, эта ситуация должна стать немного проще, потому что появились очень многие онлайн-доктора, онлайн-консультации, медики. Практически все компании уже предлагают онлайн-консультации с доктором, если у вас есть страховка. То есть если у тебя есть страховка, ты понимаешь, что у тебя поднялось давление, ты не хочешь ехать в аптеку, ты можешь связаться по онлайн-связи, получить электронный рецепт, показать его и избавить себя от проблемы. И, соответственно, фармацевта, и не искать аптеку, которая вам это продаст. Это очень удобно. Анастасия, скажи, пожалуйста, по поводу режима работы аптеки. Есть определенные часы и насколько распространены круглосуточные аптеки? Ну, если вот смотреть такие города, которые не находятся на побережье моря, то они в основном работают стандартно с 9 до 2, и с 5, бывает иногда с 6 до 9 или до 8 вечера. А если это смотреть побережье, вот как у нас в Оливьехо, или там Винейдон, Валенсия, они в основном бывают, работают круглосуточно, не закрываются. Это очень редко, когда некоторые закрываются тоже до 2 и потом открываются в 5. И очень часто бывает, что аптеки работают даже в выходные. Особенно стандартно на побережье работают в субботу, летний сезон. И в воскресенье могут они чередовать, могут работать, допустим, один месяц, да, определенная аптека, а другое может не работать. Я оставлю ссылочку в описании к этому видео. Я нашла один ресурс, где можно ввести свой адрес, либо сам сервис определить по геопозиции вашей, либо ввести почтовый индекс. И вы можете посмотреть круглосуточные аптеки, которые находятся в нужном вам регионе, либо поблизости. А по поводу консультаций. Ты правильно отметила, что вы не имеете права консультировать, да? Но вы же можете рекомендовать какие-то лекарства, если это не серьезная ситуация? Болит живот, болит голова? Вы можете спросить какие-то элементарные вопросы. У вас есть аллергия на что-то, да? Ну, не знаю, какие-то базовые вопросы, которые обычно задают покупателям. Да, так оно и есть. В основном у нас тоже идет протокол. Мы это обучали до того, как пойти на работу. И ты там расспрашиваешь, допустим, что у вас болит, какие у вас последствия. Допустим, если вы принимали лекарство, какое лекарство вы принимали. Все вот эти детали, это как раз помогают чуть-чуть направить человека и уже выбрать определенное какое-то лекарство. То есть вы можете и как фармацевт, и как провизор, вы можете рекомендовать, в принципе, определенное лекарство для облегчения состояния пациента, клиента. Ну, в основном это лекарство, которое, можно сказать, не сильно имеет побочные эффекты и которое стандартно можно рекомендовать. Опять же, как я говорила, допустим, антибиотики не всем мы можем рекомендовать или от давления, не зная человека, не зная ситуации. Это тоже персонально, это надо обсуждать еще тоже с шефом или ревизором, который работает с тобой. А что делать, если человек пришел с рецептом, у него прописано определенное лекарство, но в аптеке его не оказалось? Может ли фармацевт или провизор заменить его на какую-то альтернативу? Или что делать в этом случае? Здесь, получается, тоже зависит от лекарства. Есть некое лекарство, которое не имеет, можно сказать, дженерик, это заменитель, и базово дешевые они в основном. А есть некое лекарство, которое, да, можно заменить, и которое ты можешь сказать, да, вот этот дженерик, который ты можешь принимать по составу, то же самое и намного дешевле. Кстати, по поводу рецептов. Я однажды приобретала лекарство, которое было по рецепту, и фармацевт отрезал штрих-код и сохранял. Есть лекарства, которые идут под строгую отчетность, я так понимаю, да? В основном они все имеют строгую отчетность, но есть некоторые лекарства, которые имеют базовую процедуру, которые имеют еще большую строгую отчетность. То есть там должно быть, допустим, не один рецепт, а два рецепта, и должны, допустим, иметь печати определенные. А если человек пришел, как в предыдущей ситуации, с рецептом на одно лекарство, его не оказалось, ему предложили более дешевое, вы этот рецепт сохраняете? И как? Потом просто говорите, что мы предложили альтернативу, так можно? Да, можно. Ну, получается, раньше, если ты, конечно, помнишь, были старые рецепты, оставляли бумажечку, и вырезали купоны, и приклеивали. Сейчас это все стандартно, это все в электронном виде делается. То есть никакую бумажечку не оставляете, если, конечно, вы не идете в частные клиники. Вот когда в частные клиники, да, там рецепт обязательно оставляют, и купон тоже на всякий случай. На твоем опыте ты замечала, что ибупрофен – это самое популярное лекарство? В Испании есть шутка такая популярная, да, что в любой ситуации ибупрофен или парацетамол, и мучагуа. Много ибупрофен. А действительно ли в испанских клиниках такая ситуация, что с какой бы ты проблемой ни пришел, тебе пропишут это лекарство? Ну, бывает часто, да, что рекомендуют. Мы даже сами в аптеке иногда подшучиваем над этим, и мы тоже замечаем, что часто мы рекомендуем ибупрофен или парацетамол. Ну, чаще всего ибупрофен. После ибупрофен он имеет несколько свойств. Он, то есть, снимает воспаление, снимает температуру, и также он обезболивает. Поэтому при любой вот таких ситуациях ты его будешь рекомендовать. В любой ситуации принимай ибупрофен. Да, да. Ну, и в крайнем случае, если, допустим, не подходит ибупрофен, то рекомендую, что это само. Поэтому это стандартно. Да, я всегда рекомендую тем, кто собирается приезжать в Испанию, во-первых, на родине сделать доверенность на двух людей и с собой взять как можно больше ваших привычных лекарств и лекарств на всякий случай, потому что первое время будет не до этого. Могут рецепты потребоваться, разные ситуации могут быть. И вот здесь лучше позаботиться об этом заранее, подстерить соломки, так сказать. Скажи, пожалуйста, возможно, ты знаешь, бесплатные лекарства, условно бесплатные, да? То есть когда человек обслуживается в государственной клинике, у него есть существенные скидки, там, до 90% в зависимости от его возраста, стажа работы, от совокупных факторов, от состояния здоровья. И вот в этом случае он приходит с рецептом от государственной клиники. Как происходит этот процесс? Он оплачивает полную сумму, ему потом кто-то возвращает? Или вы сразу в аптеке ему делаете такую огромную скидку? А кто вам оплачивает это? Ну, получается, нам оплачивать вообще это, как здесь говорят, СНС, да? Это, то есть, получается, государственная служба именно по медикаментам, лекарствам и все остальное. Это когда мы отправляем им на рецепты с купонами. Они все это рассматривают и возвращают какую-то часть с продажи. Получается, неполную сумму тоже. Когда приходит человек с таким рецептом, я точно знаю, что это два случая только. Либо по здоровью, либо по состоянию, получается, если человек состоит на паре, то есть это безработица, да? Либо же какая-то ситуация именно семейная, то есть когда им нужна какая-то семейная помощь или еще что-то. И там тоже бывают разные. Если, допустим, семейная помощь, там берут только 10%. Также, как и когда человек стоит на паре, тоже там он оплачивает 10% от стоимости лекарства. Если человек поболезнит, там тоже зависит ранка болезни. Если болезнь не сильная, то есть он не хронически болеет, то тоже 10% оплачивает. Если это хроническая болезнь, он не оплачивает вообще ничего. То есть ноль. И такие бывали очень много ситуаций. Мы просто пропускаем опять электронный этот рецепт, и потом пропускаем лекарство, которое у него высвечивается. И автоматически, раньше этого не было, но сейчас автоматически тебя сразу высвечивается. Этот человек не должен ничего оплачивать. Ноль. А раньше это было немного тяжелее. Это надо было нам подсчитывать, смотреть на некоторые цифры, на некоторые компоненты, которые описывают, что этот человек вообще ничего не должен оплачивать. Да. Я тоже оставлю ссылочку. Мы писали статью про медицину, и из закона выписали цифры, сколько процентов скидок кому положено. Там зависит от возраста и от дохода человека. Поэтому такая интересная информация – это преимущество однозначно государственного медицинского страхования. А по поводу частного страхования. У многих клиентов есть услуга реимбольса, то есть возможность приобрести лекарство и потом получить от своей страховой компании возврат в течение недели или в течение месяца, в зависимости от компании. В этом случае у вас просят просто рецепт или какие-то требования ты замечала от клиентов, которые пользуются такой услугой? Не замечала? Ну, я в основном замечала, что часто человек сохраняет только копию рецепта и, не знаю почему, часто просят такс-фри. И причем оформление такс-фри не только нелекарственная вещь, потому что, ну, понятное дело, что когда приезжаешь в свою страну, там какой-то процент тебе возвращает налога, да, то и также они делают на лекарство. Я уже, да, я уже не углублялась, по какой причине так делают. Но я заметила, что очень часто просят оформить такс-фри. А что скажешь по поводу качества лекарств? Многие говорят, что в Испании при покупке идентичных лекарств люди видят разницу в хорошем смысле этого слова по сравнению с тем же названием лекарств в своей стране, например, в России или в Украине. Оттуда большая часть наших подписчиков, клиентов. Ты замечала что-то такое? Да, я очень сильно заметила. Очень часто... Еще проблема в том, что я не была долгое время в России, и для меня много открыли русскоязычные люди, которые приезжали. Они мне говорили вот так раз, что есть некоторые лекарства, хоть и базовые, но они так отличаются. У вас лекарства намного эффективнее, чем наши. И я так этому удивлялась, думаю, ну, вроде бы они одинаковые. Чем они могут отличаться? И да, я заметила, даже говорят иногда от давления лекарства, там, при диабете тоже лекарства, говорят, намного эффективнее. Или эффективнее тоже лекарство для желудка. Единственная проблема, вот, допустим, в Испании, что активированный уголь здесь продается в капсулах. Это вот единственная проблема. И он, хоть и капсулы, по идее, они должны действовать быстрее, но эффект у них немножко не тот, как при, допустим, таблетке. Поэтому я часто рекомендую либо открывать капсулу и пить так ее, причем надо тогда брать две капсулы, либо же искать способы покупать в таблетках, либо, бывает, очень часто берут в Португалии, покупают. И это, тем более, активированный уголь, он часто продается без рецепта. И я заметила, вернее, в разговорах, да, с людьми поняла о том, что в Испании многие лекарства, ингредиенты, они запрещены по факту. В наших странах свободно продают в аптеке, а здесь ты не, даже по рецепту, не знаю, можешь или нет, купить. То есть они запрещены у нас в свободном доступе. Например, карвалол. Мне казалось, что это очень простое лекарство. Каждая бабушка в Украине, в России имеет в холодильнике баночку карвалола. И у меня такая ситуация, это реальная ситуация в жизни. У меня одна знакомая, она была в тяжелой жизненной ситуации и каждый день принимала карвалол успокаивающее. До той поры, пока она не поняла, что что-то с ней происходит странное и неладное по состоянию. Простым языком она на него подсела. И оказалось, что это лекарство, которое обладает наркотическим эффектом, что от него есть определенные последствия, как от наркотика. И она, когда начала изучать эту тему, смотреть, она поняла, что вообще, в принципе, в развитых странах он запрещен. А у нас на каждой полке заходи, покупай. Ну, я тоже, кстати, об этом заметила. Карвалол или другие какие-то такие же лекарства, которые помогают, часто у нас используют для сердца, успокоения. Здесь их запретили. Причем совсем запретили. Не только от того, что имеют наркотические свойства, а еще они говорят, я видела статью в испанских сайтах медицинских, что также они имеют побочные эффекты, если принимаешь совместно с другими лекарствами. То есть поэтому, когда приезжает россиянин или приезжают с Украины люди и принимают и такие лекарства, здесь сразу врачи говорят, нельзя, запрещаем. Как думаешь, есть здесь такое, как в наших странах, в некоторых, когда врач выписывает лекарства из определенной аптеки? И вот пациент должен приобрести то или иное лекарство только в той аптеке, где он сказал. Возможно ли такая ситуация в Испании? Бывают некоторые, допустим, медики, которые знают или в круглых, тесных отношениях с какой-то определенной аптекой или, допустим, снять. То да, бывает и рекомендуют. А бывают часто такие ситуации, что медик видит, что часто в других аптеках нет этого лекарства. Но знаете, что стандартно в этой аптеке обязательно будет, потому что больше у них альмасен, у них больше возможностей, у них много пациентов, очень много людей. И стандартно обязательно будет какое-то это лекарство или либо похожее. Поэтому уже не получается это финансовую благодарность какую-то. А по поводу лекарств? Вот тоже слышала о том, не знаю, насколько правда, что когда появляется новое лекарство, начинается маркетинг, и собираются доктора на обучение, какие-то мастер-классы. И ты, когда выписываешь рецепт и выписываешь это лекарство, потом ты куда-то отправляешь, что я выписал столько-то порций этого лекарства, и ты получаешь какой-то бонус от производителя. Это есть, да. Немножко, да. Да, со стороны, получается, врачей. Я слышу неоднократно. Но также и в аптеке у нас есть такое. Я открою секрет. Да, Мария, секрет. Что приходят, допустим, люди с маркетинга и говорят, вот новый продукт. Если вы можете продать его, допустим, в течение трех месяцев, мы вам сделаем какой-то подарок или сделаем какую-то скидку или пришлем каждому вашему рабочему по подарку и стараются, допустим, чтобы выиграть этот подарок, стараются продавать. Маркетинг везде, да. Да, да. Поэтому я думаю, что у врачей то же самое, потому что я знаю, что те же люди, которые приходят в аптеку, они также приходят к врачам. Да, просто вы уже фактически продали, получили деньги, но доктор здесь в этой цепочке занимает очень важное место и, судя по логике маркетинга, он должен получать свою долю. Ну да, да, да. Ты знаешь, я очень удивилась, так как я работаю в сфере маркетинга. Меня часто удивляет, что сфера медицины очень завязана именно на маркетинге. Недавно у меня было интервью, я оставлю ссылочку, про работу доктора здесь, в Испании, как в государственной клинике, так и в частной. Он работал в Кероне, и вот в Кероне, оказывается, доктора арендуют кабинеты. То есть он просто приходит, грубо говоря, снимает кабинет, там работает. А что выполняет, какая роль Керона здесь? То есть он, как маркетинговое агентство, грубо говоря, да, приводит ему клиентов. Для меня это, правда, было огромным открытием, я очень удивилась. То есть получается, большая часть докторов – это автонома, самозанятые доктора, которые арендуют кабинет и получают на определенных условиях клиентов. Это был нонсенс. Я вообще не думала, что такое может быть. Поэтому, конечно же, когда ты идешь в клинику, кажется, что ты пришел, и есть вот такой строгий контроль, да, ну не знаю, как-то более уверенно себя чувствуешь, когда знаешь, что это единый организм. Когда каждый доктор – это автонома, ну, сначала меня это насторожило. Потом я привыкла, и сейчас тоже ходила в Керон, все в порядке, отлично. Сейчас жалоб у меня нет. Но вот такая особенность. Возможно, кому-то будет интересно. Кстати, по поводу солнцезащитного крема. Насколько это популярный продукт в Испании? Конечно, сейчас мы уже слышим из каждого утюга о том, что на улицу вообще нельзя выходить без солнцезащитного крема. Как ты вот по личному опыту замечала? Все-таки прислушивается к таким рекомендациям или не пользуется? И стоит ли вообще пользоваться кремом? Ну, вот, допустим, в Испании стоит пользоваться. Причем стоит пользоваться, как вот ты сказала, круглый год. Но очень часто люди не прислушиваются к этой рекомендации. И зачастую зимой, допустим, или весной, или осенью стараются меньше пользоваться защитным кремом. Летом чаще только пользуются. Летом у нас прям распродается отлично. А когда вот приходит период осенью, весной, стараются не покупать, и потом приходят с проблемой кожи. Очень часто забывают о том, что когда ты выходишь в море, идешь купаться, или просто покататься на лодке, и ты находишься на ней, все, что касается воды, все лучи отражают, и отражают именно на наше лицо. И это прямые лучи, считайте. И поэтому очень часто люди потом приходят и говорят, посмотрите, у меня пигментация на коже. А из-за чего? А это как раз из-за солнца. Поэтому я стараюсь рекомендовать, чтобы использовали такие люди, ну и вообще все люди, круглый год солнцезащитный крем. Да, я тоже к этому склоняюсь, потому что Испания – это страна солнца. У нас 320 солнечных дней в году, и это огромное влияние солнца на кожу, не говоря о старении. Я раньше не пользовалась, и действительно вижу, что солнце очень-очень влияет. С этого года тоже прислушалась к рекомендациям медиков, понимая, что сейчас просто перед выходом все тело намазать, не только лицо, но и руки, потому что родинки появляются, открытые участки тела, и очень важно защищать себя. Анастасия и наши зрители, которые смотрят, мы скоро перейдем к следующему видео. Мы запишем видео об опыте Анастасии в качестве фармасефта в Испании. Поговорим про образование, про всегда интересующий вопрос, про зарплаты в Испании, о плюсах и минусах этой профессии. Поэтому не переключайтесь, ищите ссылочку в описании. До скорой встречи!